И к другим темам. Ишим от весеннего паводка защитят, подняв дамбы еще на 2 метра. Работы на гидротехнических сооружениях уже идут полным ходом. По ним после реконструкции можно будет даже проехать на машине. Зачем это нужно, узнали наши коллеги. Вот так окраины Ишима выглядели весной. От паводка тогда пострадали более 300 горожан. На восстановление имущества им выделили 13,5 миллионов рублей. Еще 3,5 ушли на компенсацию пунктов временного размещения, где люди жили, пока их дома находились в водном плену. Чтобы ситуация не повторилась, нужно действовать. Принято решение после этого паводка нам увеличить наши дамбы, которые окружают город Ишим. И те муниципальные образования, которые находятся вдоль реки Ишим, до 11,5 метров мы планируем дамбы поднять. До этого момента они были 9,6, но как показал паводок в этом году, они не справились и волна была выше. Поэтому по нашим расчетам 11,5 это уже должна быть 100% гарантия, что эта история не должна произойти. На строительство гидротехнических сооружений из федерального и областного бюджетов готовы потратить более 100 миллионов рублей. Работы уже ведутся одновременно на четырех городских объектах. На сегодня мы уже выполнили объем на 65%. В целом у нас получается 118 тысяч метров кубических мы должны завести грунта. На сегодня мы уже 73 тысячи завезли. Только в районе очистных сооружений работает 12 единиц техники, которые в сутки привозят 2000 тонн грунта. Длина этой дамбы составит 2270 метров. Она будет иметь ширину 6 метров. И затем мы уже поверху еще уложим щебень шириной 4 метра. И эта дамба будет проездной в любое время года, даже в паводок. Если вдруг случится опять какое-то несчастье, вода придет. Можно теперь будет по данным дамбам в весенний период проехать любую точку и сделать какие-то неотложные мероприятия. К подъему Ишимских дамб приступили 1 августа. В полной готовности защита от паводка должна быть к декабрю. Гульнара Успанова, Тюменское время.